Добрый день, дорогие слушатели и телезрители! А он ещё какой добрый, интересный, наполненный событиями и очень вкусными событиями. Сегодня у нас очень вкусная передача, которая посвящается теме полезной и вкусной еды. И говорим мы сегодня с профессионалами своего дела. Попробуем восхитительные блюда, и вы попробуйте вместе с нами, не переключайтесь. У нас в гостях наш любимый тверской ресторан «Ла Провинция». Меня зовут Татьяна Ларина, радиоведущая, и со мной моя соведущая Светлана Никифорова, тренер-реабилитолог, эксперт ОП города Твери. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Татьяна! И пора бы нам познакомиться с нашими долгожданными гостями. У нас в гостях сегодня Светлана Захарова, управляющая сетью ресторана «Фабула Групп». Здравствуйте, Светлана! Да, добрый день! Здравствуйте! А также Янина Лемешко, диетолог с 15-летним стажем своей деятельности. Здравствуйте, Янина! Здравствуйте! А значит, аспекты все правильного питания, что это такое, тоже сегодня обсудим. Ну и хорошо, нам знакомый старый добрый друг Александр Аверкиев, арт-директор ресторана «Ла Провинция» и режиссёр «Обед Продакшн». Здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Всем привет! Ну, сегодня мы поговорим... Можно углубить, он же и режиссёр. И он, да. Как-то всё взаимосвязано в нашем городе, и люди друг с другом сотрудничают, и мы очень рады присоединиться и оказаться вот всё вместе в эфире, потому что нам есть о чём поговорить, о ресторанной деятельности, об отношении к гостям и о меню правильного питания, которое теперь есть в ресторане «Провинция». С чего начнём, Светлана? Ну, я думаю, что сначала представим наших гостей, кто это и что. Более, скажем, обширно, масштабно поговорим о том, кто это действительно. Потому что, ну, я уверена, что многим людям известен ресторан для «Провинция», но немногим людям известны наши гости. Ну, я уверена, что процентов 99 города знает наших гостей, но 1% их не знает. И вот хотелось бы начать со Светланы. Светлана, скажите, вы являетесь управляющим сети ресторанов «Фабула Групп». Как давно вы её возглавляете, и почему вот именно вот эту группу вы решили возглавить? Почему ресторанный бизнес? И почему именно для «Провинции» из этих трёх нужно людям прийти? Вот что такая, какая там изюминка такая? Да, как вот так вот? Что вот сподвигло? Ну, да, коварный такой вопрос в плане того, что почему именно туда надо прийти. «Фабула Групп» — это действительно самая интересная, новая и динамичная группа ресторанов. И вообще с 2012 года, в 2012 году, в сентябре 2012 года у нас появилась «Провинция». Я всего-навсего три года там работаю. К сожалению, так мало, так мало, но я хочу сказать, что это очень интересно. Мне кажется, вот три года вы говорите, что вы работаете, но кажется, что вы там постоянно работаете. Такое идёт развитие сейчас бурное вот за эти три года. Это настолько динамично, вкусно. Я просто люблю вот это слово «вкусно» во всём, да, вот даже развитие во всём. И вот, честно говоря, вот мне я почему-то вот из трёх ресторанов, которые входят в «Фабула Групп», я почему-то всегда идёт вот в льду в ля-провинцию. Тут совсем недавно открыла второй этаж, вот хотя очень часто бывает. Да, вот, знаете, тоже была очень удивлена, как-то так вот, ну, была в восторге. Я вот так прям, знаете, так, как-то вот первый этаж более, ну, это на мой взгляд, кажется, такой пафосный какой-то такой весь. А второй этаж, он какой-то такой домашний, уютный. Вот можно как-то сесть, диванчик, расправить плечи, ну, раскинуться, скажем так, да, то есть не контролировать себя. Да, вот что-то такое вот, вот такой вот, и вот хочется, честно скажу, хочется, чтобы вот у вас гостей было всё больше и больше, из-за чего я задала такой вопрос, да, то есть я для себя поняла, я открыла второй этаж, для себя я поняла, что можно ходить и нужно на второй этаж, чтобы расслабиться и получить удовольствие с самой собой. Но давайте расскажем нашим, вашим будущим гостям, почему же всё-таки вот. Да, в чём особенности именно ресторана «Провинция»? Да, да. Ну, наверное, само название «Ла Провинция», да, то есть он сочетается вообще с городом. У нас провинциальный город, Твери, Ла Провинция, всё настолько вот гармонично, всё замечательно. Тем более, столько души, вот любви было тоже вложено, это первый проект фабулы, и, наверное, второй этаж, он действительно такой камерный, очень уютный, очень такой семейный. Ну, не только семейный, у нас очень любят приходить и молодёжь в этот ресторан. Да, я хочу заметить, когда я была, тоже у меня была беседа такая, скажем, было помимо семейных, возрастных, много было молодёжи, но как ты говоришь, что несмотря на то, что это один ресторан, каждый этаж отвечает как-то сам за своё, и вот как-то так вот очень уютно и комфортно. Ну, наверное, поэтому мы и пошли дальше, и вот мы поймали, наверное, сегодня требование времени, правильное питание. Это абсолютно нужно всем. Почему вот именно сейчас люди стали увлекаться здоровым образом жизни, правильным питанием? Именно сейчас, да. Я думаю, что очень много информации, и люди действительно, получая хорошую, правильную информацию, образованные люди, конечно, к нам ходят, действительно люди образованные, интересные, те, которые уважают себя, уважают вообще, любят жить, правильно жить. И вот они как раз интересуются, ну, это было много пожеланий, да и мы сами, и мы сами. И наш шеф-повар, и вся наша команда вообще фабулы, мы действительно очень много уделяем сейчас внимания этому проекту. Понятно. И, Нина, а как вы познакомились с рестораном «Провинция»? Ну, я впервые побывала в этом ресторане пять лет назад. После переезда из Санкт-Петербурга я, ну, зашла пообедать. И, на самом деле, я была удивлена тому, что для Твери это был действительно очень высокий уровень. Ну, наверное, ни для кого не секрет, да, что Санкт-Петербург является, в принципе, действительно таким вот одной из столиц, да, такой вот гастрономической. И тогда я действительно была удивлена, потому что ресторан оказался действительно очень достойным, с хорошей кухней. Хотя вот сравнивая кухню, которая была тогда, и кухню, которая сейчас, я, конечно, не могу не отметить, что в этом плане ресторан вырос. То есть действительно время задает определенные тенденции, и в этом плане для провинции, конечно, эти тенденции подхватывает и воплощает жизнь. Причем, по-моему, достаточно успешно. А вы сами из Петербурга? Нет, я отверская, я в Санкт-Петербурге некоторое время жила и училась, работала. И потом просто мы вернулись спустя время, и, в общем-то, меня дали интересные открытия. Да, если про мою историю знакомства с провинцией, тоже меня очень удивил ресторан, и уютность своей атмосферы, и вкуснотой тех блюд, которые мне там повезло отведать. И с тех пор, если меня спросят, куда пойти вкусно поесть, я всегда знаю ответ. Александр, ну а тебя-то как занесло в сферу питания? Наш режиссер. Режиссер. Светлана Ванскова, к сожалению, три года, но я, к счастью, всего лишь два года пока. Меня туда позвал работать сейчас управляющий, который как раз заступал на должность на тот момент, который сейчас трудится в этой сфере, Дима Егоров, Дмитрий Егоров. Мы с ним работали в ресторане Мирбекю в свое время, и когда он туда приходил, он говорит, Саша, ну ты вроде как режиссер, что-то снимаешь, креативить, наверное, можешь. Давай, говорит, попробуем. Я абсолютно не знал деятельности. Даже более того скажу, я в свое время успел поработать много поваром, и для меня должность арт-директора всегда был человек, который ходит, забывает со всеми здороваться, и что-то сидит все время, с кем-то болтает, и неясно, работает он или нет. Вот, и я понял, повара правы. Действительно, арт-директор должен, который много ходит, забывает здороваться, постоянно с кем-то сидит, болтает, и иногда приходит какой-то все-таки результат в виде новых каких-то событий. Одно из событий, в целом, стало поводом для нашего сегодняшнего прихода сюда, это введение меню. Правильно сказала и Нина, да, то есть, скорее всего, это все-таки следование тенденциям, да, то есть, поскольку, ну как, мы можем либо зарождать тенденции, можем им следовать. В данном случае, скорее всего, да, будем в меру скромными. Мы последовали тенденциям, потому что я в силу своей деятельности съемочной в Москве сотрудничал с ребятами, которые, у них большая-большая организация по фитнесу, по правильному питанию. Я понял, как люди в Москве активно идут на все это, живут этим, постоянно звонят, постоянно на связи, и узнал, что в Твери существует много точек по доставке продукции правильного питания, существует магазин, но по сути полноценной линейки, куда люди могут прийти как в заведение и как на праздник покушать, да, то, что они предпочитают есть, такого не было. И мы вот путем исследований каких-то проб и ошибок пришли к такой линейке полноценной и вели ее к себе. Продолжим о правильном питании и о сегодняшней теме с гостями из ресторана «Провинция» через минутку рекламы. Мы в прямом эфире. Это программа «Тема дня». Тема у нас нашего сегодняшнего выпуска очень вкусная, очень интересная. Это правильное и вкусное питание. Ресторан «Провинция» у нас сегодня в гостях. Сейчас я представлю наших гостей. Светлана Захарова, управляющая сетью ресторанов «Фабулы группы», в частности «Провинция», и Нина Лемешко, диетолог с 15-летним стажем. Поговорим сегодня, поделится с нами своими знаниями, своим опытом в эфире. И арт-директор «Провинция», режиссер «Обед Продакшн» Александр Аверкиев. Светлана, вот вы сказали о том, что нелегко управлять целой сетью ресторанов. Так ли это? Как находить язык с большим коллективом? Как все успевать? Ну, я бы, наверное, поправила себя, потому что, когда интересное дело, оно не так трудно, как на самом деле люди живут, когда действительно занимаются не своим делом. Очень интересное дело. Очень оно, знаете, многогранное, оно динамичное. Оно, это дело, дело каждого дня. Питание, питание. И чтобы вкусно и правильно накормить, наверное, это нужно. Ну, постоянно жить этим. Вы из тех управляющих, у кого нет выходных? Ну, практически, конечно, нужно быть всегда рядом. Я не говорю, что я опекаю или что-то там подавляю. Нет. Но рядом надо находиться всегда. Ну, все равно, наверное, креатив какой-то добавляется. Течение моды, времени, событий. Что-то меняется в работе. Опять же, когда это вкусно, полезно и здорово, это и в работе прибавляет какого-то драйва, скажем так. Так же это? Ну, на самом деле, история питания, или ресторанов, будем говорить, ресторанов, она действительно далеко ушла. И самые первые слова, которые были написаны на первом ресторане в Европе, это «Если у вас отсутствует аппетит, мы вам его восстановим». Реконструируем. Понимаете, это вот действительно ради этого, наверное, вообще стоит жить. Но опять же, чтобы восстановить аппетит, должно быть вкусно, должно быть красиво накрыто, должно быть красиво подано. И так как у вас новое сейчас меню, которое рассчитано на правильное питание, гармоничное, то есть что в вашем новом меню такого гармоничного? Из напитков, из первых блюд. Ну, что бы вы посоветовали? Наверное, это вопрос к Енине больше, да? Потому что вы как диетолог, наверное, нам больше посоветуете, что такое… Который, Енина просто не так в наше меню углублялась. Скорее всего, давайте я поскольку… Ну, хорошо, Александр. …шеф-повар, да, соответственно… Нет, ну понятно, что вы вообще как бывший повар, вообще в этом как бы очень разбираетесь много явно, состыковка продуктов, какие-то что… Вот что посоветуете? Ну да, перед Дмитрием Ивановым, шеф-поваром нашим, который, в принципе, и конструирует все наши блюда, последние, по-моему, уже там три года, да, тоже, к счастью, целых три года. Вот, перед ним стояла задача составить меню, которое в первую очередь, помимо громкого названия «правильное питание», да, еще бы и соответствовало восстановимый аппетит праздник, соответствовало тому, что человек приходит к нам, и он кушает не просто вот полезно, да, так вот, вот грудочка вот эта, натворная вот эта, а чтобы он испытывал все-таки, приходя в заведение уровня ресторана, он испытывал ощущение праздника. Вот, и даже если какие-то блюда у нас по колоражу, да, они вот прямо вот подходят к планочке, да, то есть, что они сохраняются в рамках детического питания, да, то обязательно должно по соседству быть блюдо у нас, минимум, находиться, которое совсем-совсем маленькое по колоражу. Вот, и вот эту балансировку мы соблюдали в первую очередь. Ну и, конечно, чтобы было разнообразие, чтобы у нас было, если это мясо, то это и говядина, и кролик, да, то есть, несколько видов, если это рыба, то это тоже несколько видов. И, конечно, самая большая боль, насколько я знаю, честно скажу, сам я пока еще полноценно не перешел, да, по мне, я думаю, это можно заметить подмену такую небольшую. Полноценно не перешел, но очень часто, регулярно, приходя в ресторан, там, сам пробую это меню. Вот, самая большая боль, это отказ от сладкого у людей, которые переходят на здоровую какую-то пищу, да, и мы решили ее компенсировать, то есть, даже какие-то, если взять салатики, основное блюдо, то у нас где-то мясо сочетается со сладким соусом. И, конечно, у нас есть линейка десертов, сейчас это 4 позиции, это немало, когда у нас все минимум 22 позиции, мы его будем расширять, естественно. Вот, и все десерты без грамма сахара, то есть, либо это мед, либо это натуральные сахариды, содержащиеся в продуктах. Вот, поэтому, да, меню разбалансировано таким образом, чтобы оно могло позволить и поесть, так скажем, от живота, насколько это можно позволить себе, да, и очень легко. Я признаюсь, я уже продегустировала полезное меню в провинции, сейчас расскажу о своих ощущениях. Во-первых, я как нелюбитель сладкого была поражена, насколько вкусны это сладости, тем более, если это еще и полезные сладости, то это вообще, конечно, респект особый. Еще я скажу, что с предубеждением всегда относилась к здоровому питанию, потому что я такой человек, скорее, пекурец, а кто любит в первую очередь вкусное, а потом уже полезное. И во всех обычных ресторанах я всегда обращала внимание на стандартное меню какое-то, обычное, высококалорийное и так далее и тому подобное. Здесь я попробовала низкокалорийные блюда, я поразилась тому, насколько они могут быть вкусные. Поэтому, конечно, всем сторонникам правильного питания от души рекомендую заглянуть в провинцию и попробовать все разнообразие. Вы даже можете прийти туда на сытый желудок, как получилось на меня, и получить огромное удовольствие от еды. И здесь мне хотелось бы очень важный момент отметить. Ведь пища, она выполняет множество функций. И есть две функции, которые сторонниками правильного питания могут упускаться. Это, первое, приносить удовольствие. И функция общения. То есть вот здесь, в этом меню, вот функция приносить удовольствие, она выполняется на 100%. Потому что если ваша еда вам не нравится, если вы не любите то, что вы едите, то, скорее всего, что вы не будете сколько-нибудь долго следовать этому рациону. И вот в данном случае каждый, кто следит за своим рационом, кто задумывается о составе еды, о химическом составе, о количестве белков, жиров или углеводов, здесь, конечно, получит и пользу и удовольствие. Потому что действительно составлены блюда таким образом, что, будучи полноценными, будучи правильными, они все-таки достаточно хороши именно по своим, как говорится, органолептическим свойствам. Косовым ощущениям. Если переводить на русский. Светлана, пора тебе попробовать тоже продегустировать. Да, я вот уже так сижу, зладываю слюнку, потому что я смотрю на меню, и скажу нашим слушателям, или радиослушателям, и телезрителям, то, что нас ждет сюрприз, и их тоже. Но мы-то сможем вдохнуть и почувствовать. А они-то могут вдохнуть и почувствовать, придя уже непосредственно в Леопровинцию. Но я хочу добавить и спросить заодно, если у вас рацион здорового питания, то он же рассчитан как на похудение, так и на увеличение мышечной массы. Правильно? Да, конечно. Конечно, цели бывают разные. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что не обязательно быть гармонично сложенному человеку, как Александр сказал, я не такой еще тут худой. Худая корова – это же еще не лань. Главное, чтобы гармонично, грамотным, скажем, структурированным телом. Конечно. Который с вашим питанием, я уверена, это получится. Да, безусловно. Нормализуются белки, жиры, углеводы. Вы знаете, тут важно все-таки действительно каждому человеку, независимо от того, есть ли у него проблемы с весом, либо он абсолютно доволен своим весом, мышечной массой, каждому абсолютно необходимо следить за тем, чтобы получать все, что необходимо. Не только то, что хочется, но и то, что необходимо. Да, то есть вот из-за чего я спросила такой вопрос, потому что многие говорят, да, у меня все хорошо. Можно не задумываться. Да, я вот могу поесть килограмм чипсов, а потом думать уже, когда это все придет. Вот это про меня. Я, например, у Принкл стоит. К сожалению, наш организм, вы знаете как, он прощает вот эти погрешности пищевые до определенного момента. Когда я еще была студенткой медицинского университета, я услышала очень интересную фразу от заведующего кафедры по физиологии. Он сказал, мы все живем в долг перед своим здоровьем. Но на тот момент, будучи еще очень юной, да, и тоже не слишком задумываясь там о том, что нужно есть там и так далее, я не очень поняла смысла этой фразы. Сейчас в своей практике я ежедневно убеждаюсь в правоте вот этого утверждения. Мы действительно живем в долг перед своим здоровьем. И то, когда мы начнем возвращать эти долги, зависит именно от многих моментов и от образа жизни в первую очередь. Потому что 80% успеха, да, это образ жизни. То есть получается, не нужно ждать, когда у тебя что-то там уже, какие-то проблемы, да, с питанием. А нужно же обратить внимание на питание. Чем раньше, тем лучше. Да, что ты не думаешь, что диета – это вот какая-то катастрофа, нужно садиться на нее. То есть понятно, что диета – это же совсем немножко другое. Диета в переводе с греческого – это образ жизни. И, конечно, вот не стоит, как бы вот, как у нас сейчас принято, да, диету, под словом диета подразумевать именно какие-то вот строгие пищевые ограничения. Нет, все-таки правильнее это воспринимать как действительно образ жизни. То, что помогает нам быть здоровее, энергичнее, красивее, в конце концов. Тем более, когда мы придем в ресторан «Провинция», мы поймем, что никаких ограничений может и не быть, когда вы ведете здоровый образ жизни. 18+. А здоровый образ жизни тогда ничего не есть. Они вот знают. Ну и плюс. Ну и плюс. Здоровая жизнь. И очень интересно, а что любят сами наши гости поесть? Вот какие любимые блюда, например, у вас, Светлана? Ну, поесть в плане поесть, прямо есть, 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 я не любитель, да, я люблю пробовать, я люблю наслаждаться, я люблю, конечно, дегустировать, огурманить, что-то действительно вкусное. Ну, для меня ближе, наверное, все-таки легкая итальянская кухня. А для вас именно? Вы знаете, я, наверное, не буду оригинальной, если скажу, что для меня брокколи и отварная семга – это лучшая еда. Вот можно сказать, конечно, что, ну, конечно, она же диетолог, что она могла еще ответить. Нет, я предпочитаю простую пищу с минимальной термической обработкой, поскольку я сама люблю готовить, и я готовлю достаточно много, у меня двое детей, об их рационе я, естественно, тоже думаю. И, кроме этого, конечно, у меня много работы, поэтому самое вот идеальное блюдо для меня, на подготовку которого не требуется более 15 минут, вот, и минимум продуктов. Я очень люблю использовать специи, и, конечно, это всегда помогает раскрыть дополнительно вкус продуктов, но если говорить вот именно о том, какие это продукты, самая простая еда – просто овощи, просто мясо, просто рыба. Конечно, я, как многие женщины, очень люблю сладкое, но, само собой, я ограничиваю в рационе сладости. Елена, а как диетолог посоветуете, какие специи использовать лучше в приготовлении блюд, которые более влияют, опять же, на коррекцию фигуры, скажем так, потому что все равно наши слушатели и телезрители заточены все равно на коррекции фигуры. Вот что посоветуете, какие специи использовать? Вообще, есть три специи, которые влияют на нашу фигуру. Это черный перец, который увеличивает обмен веществ. Он должен быть молотый или горошками? Ну, желательно, чтобы это был свежесмолотый, то есть тот, который в мельнице. Это куркума, это действительно очень интересная специя, которая способствует и нормализации обмена веществ, и она используется для лептинорезистентности, для коррекции лептинорезистентности, и корица. Вот это тоже такая очень вкусная душистая приправа, которую я рекомендую своим клиентам использовать при приготовлении блюд. Мы рады назвать наш номер телефона в студии 300-190, код Твери 4822. Вот называем сегодня в первый раз этот номер, а нам уже на него позвонили предварительно. Давайте примем звонок и узнаем, кто на связи. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Нина. Нина. Вы хотите что-то сказать гостям, чего-то пожелать или, может быть, задать вопрос? Вы знаете, я вот включила, а передача ваша уже идет. Вы правильно это рекламируете? Это ресторан или кафе? Что это? Я просто не поняла. Это кафе или ресторан? Не пошел в тело. И где это находится в нашем городе? Просто у меня сейчас будет юбилей, и все вот эти рекомендации, которые я только уловила, вот это сам включив телевизор, очень подходят моим гостям. И вот где находится ваше заведение? Нина, спасибо за звоночек. Давайте расскажем, как можно заказать у вас мероприятие, день рождения, банкет. Где вы находитесь? Как с вами связаться? Бульвар Радищева, дом 47, вход в арку. Все в арку. А как там, может быть, сайт у вас есть в интернете? Есть сайт, есть группа ВКонтакте, просто набрать ресторан Ла Провинция и очень легко найти. Но, скорее всего, Нине будет проще назвать номер телефона, Светлана Ивановна. Да, 631 031. Это телефон, фабулы групп и добавочная единичка. Это будет Ла Провинция. Да, при наборе номера вы попадете, как я понимаю, в меню, позвонить в один из трех ресторанов, нажать на единичку, и попадете как раз-таки на ресторан Ла Провинция. Это про меню, о котором мы здесь и говорим. У нас замечательный двор, там гостям будет настолько хорошо, вообще, вот, изолированное, как бы, место в центре города, тихий центр, будем говорить. Там есть где поставить машину, верно? Да, 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 да. У нас оплачиваем парковку. Да, 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 да. Ну, мы оплачиваем парковку гостям, да. То есть такой итальянский дворик, где можно спокойно посидеть. Я просто очень люблю Италию. Для меня все, что, как начинается разговор про Италию, а в последнее время оно как-то все больше и больше, эти разговоры. И из-за чего, может быть, я и люблю вот ваш ресторан, потому что мне вот прям комфортно. Вот в садик покушал, вышел, посидел. И спокойствие невероятное. Да, 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 и вот я уверена, что Нине и ее гостям очень сильно понравится. Повторите еще раз номер телефона, чтобы... 631 031, добавочная единица, родящего 47. Приходите. А летом там, наверное, еще и есть очарательный веренда. Ой, там, да, одна из самых... Ну, да, я считаю, что самое... Красивое место. Ну, я думаю, что из трех ресторанов, которые входят в Фабула Групп, это вот самый такой вот... Он скорее семейный, душевный. Душевный, наверное, такой, да, уютный такой, комфортный. Ой, я хочу сказать, что все рестораны уютные, абсолютно все. Да, везде были. Согласен, ну, я опять соглашусь, что у каждого свой из трех, да, но как бы вот люди, которые любят романтику, наверное, это вот вам, для провинции, туда, где можно посидеть, помечтать, покушать вкусностей, особенно с новым меню, и получить истинное удовольствие. Даже можно прийти одному и получить удовольствие с самим собой, скажем так. Ну, это даже не секрет. Вы понимаете, наши гости, они ходят во все наши рестораны. Они нас знают, они нас действительно как бы вот уже доверяют нам. И во всех ресторанах ходят, ну, по-разному, с разными настроениями, разные компании, разные обстоятельства, во все, во все рестораны. Точно. Ну, помимо того, что там можно вкусно и полезно поесть, отдохнуть, расслабиться, провести приятное время с семьей, еще в вашем ресторане бывают мероприятия, да, Александр? Бывают мероприятия. Поподробнее. Ну, бывают мероприятия, да, ладно. Что же, что же, что же. Иногда. Смотрите, у нас есть, сейчас у нас есть такое текущее продолжительное сотрудничество, можно же, да, отреченную рекламу дать, да? Да, мы можем отреченную рекламу дать, да? Да, мы можем отреченную рекламу дать, да? Любовь Кукушкина, если я в городе, замечательный человек, организовала, мне кажется, очень крутую движуху современную. Интеллектуальную. То есть, интеллектуальная, у нее есть лектория, живое слово. Она приглашает классных специалистов из разных абсолютно областей. То есть, я буквально недавно ходил на лекцию астрофизика по черным дырам. Там, я смотрю, педиатры какие-то. Даже был, насколько я знаю, Максим Скулачев на одной из лекций. И Антон Долин. По продолжительности жизни, по вечной жизни, молодости, здоровью. Вот. И получилось так, что мы как-то пригласили ее как раз с Антоном Доли, к кинокритикам она приезжала, пригласили ее к себе, просто чтобы привезли Антона, покушать зашли к нам. Мы им предоставили условия, депутат, приходить, нам интересны, чтобы такие гости у нас были. Она пришла ей так понравилась, говорит, давайте с вами, мы будем чаще к вам приходить. Он говорит, ну давайте. У нас Дмитрий Егоров, да, вот, управляющий. И он, мне кажется, один из таких самых широко шагающих в плане решений каких-то оригинальных человек, быстро их принимающих, да, то есть... Любит гостей. Формат ресторана Ла Паравинс вообще позволяет, принимаясь какие-то решения нестандартные. Вот. И, ну давайте будем ходить чаще. А потом он говорит, а давайте мы вообще совместные лекции будем проводить. Я говорю, ну давай, а как? Мы сначала говорим, давайте, а как? Вот. Она говорит, будем у вас в ресторане так же все, как в моем формате классическом, но с кухней тематической. То есть мы говорим про Новой Зеландию, соответственно, мы готовим новозеландское меню. И мы так делаем, мы закрываем под их лекцией зал, готовим абсолютно новое меню, которое не соответствует нашему стандартному, не смотрим уже, правильное питание, классическое питание. Мы готовим то, какие гости и какие лекторы к ней приходят. Это основное. И вот сейчас это у нас такое долгоиграющее сотрудничество, уже, по-моему, больше года мы в таком режиме работаем. Ну и помимо этого мы вообще у нас три культурные мероприятия. Мы презентацию книг устраивали ребятам. Вот Сергей Савинов, писатель Тверской, работает они с партнером. У них вышла печатная книга первая, хотя они давно вообще тут в Эксмо выпустила их книгу. Мы им устроили презентацию. Вот. Недавно у нас, помните, была арт-резиденция, такая нестандартная рок-тусовка. Мы такие ходили все, смотрели на гостей, которые у нас ходят по территории, и поняли, ну, круто, круто, здорово, ярко, 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 ярко. Может быть, еще сделаем когда-нибудь. Ну, вот с такими глазами все ходили. Ну и вообще, да, вот такие мероприятия. Это литературный вечер. Леша Марков у нас артист, презентовал свою книгу. Павел Дроздов, по-моему, режиссер, ему там что-то как-то содействовал, просто приезжал в гости. Ну, подобного рода мероприятия. Мы всегда там конференции, какие-то встречи. А как часто они проходят, данные мероприятия? В среднем, я думаю, в месяц у нас, ну, 3-4 каких-то события происходят. То есть, если гость захочет попасть на ваше мероприятие, он должен зайти на сайт или периодически звонить в ваше ресторан? Скорее всего, да, то есть, люди, которые организуют. То есть, мы, как сказать, мы сотрудничаем, мы рады принять у себя людей, которые что-то организуют. Мы рады освежить кровь, скажем так. Да, человек захотел, вот где ему посмотреть. И, соответственно, этот человек, какой-то мероприятие, скорее всего, человек, если он активно сидит где-то в соцсетях или еще в каких-то источниках информации, он услышит об этом мероприятии, потому что люди, которые у нас их организуют, они дают свою хорошую рекламу. То есть, мы ее, либо к себе эту рекламу запускаем, репост, если это назвать, либо в Инстаграме мы. Ну, скорее всего, человек легко узнает от организаторов этого мероприятия. То есть, вы легко идете на сотрудничество? Ну, какие-то эти мероприятия? Если это что-то потенциально интересное, даже если это потенциально интересное не только в деньгах, а просто как событие, которое позволит как-то поговорить о себе. Вот настоящий режиссер у нас сегодня в гостях, человек, который режиссирует, управляет событиями, а также кто-то, кто-то управляет событиями. Я не знаю, как поталку, и доволен. На самом деле, вот он сказал, Любовь Кукушкина, да, живое слово, лектория живое слово. И если даже кто-то придет к нам, а мы уже сказали, где мы находимся, то эту информацию очень легко там получить. Да, но я из-за чего уточнила, потому что не все радиотелеслушатели, зрители, они могут что-то упустить. И опять же, есть люди, которые длительно планируют что-то. Они могут посмотреть, отметить себе в календарике что. И тем более, очень прекрасный и дворик, и ресторан, где можно найти все, оказывается. И начать от себя, и закончить знаниями и умениями, и получить наслаждение. Ну да, тем более, если братья, у нас же летом еще открывается третий зал большой, основной амбар. Амбар. Да, вот об этом расскажите, что это. И он и банкетный, и лекционный. Ну да, это зал уже на 80 посадочных мест, то есть он находится прямо территориально, мы все вместе, в связке. Очень такой, знаете, лофтовый амбар, замечательный, где проходит хорошие мероприятия. То есть это рядом, это вынесено рядом. Да, вот прям. Да, это одна территория. Одна территория. Нет, я имею в виду, что это отдельно стоящее здание. Да. Да, да. Вот это. Янина, у вас 15-летний стаж диетолога. Почему именно эта сфера деятельности, почему вы ее выбрали, и так долго вы в ней уже, что больше всего привлекает, наиболее интересно? Не совсем, я вас немножко исправлю. 15-летний стаж медицинский, в качестве диетолога я работаю последние 6 лет. До этого я была немножко в другой сфере. Сначала психиатрия, потом уже терапия, и потом уже диетология. То есть это все как-то связано, оказалось. Путь был, да, осознанный взрослого человека. Да, и, наверное, это более правильно с точки зрения применения сейчас действительно этих знаний, потому что для диетолога понимание психических процессов очень важно, потому что практически 90% моих пациентов, моих клиентов действительно некая психотерапевтическая помощь, она требуется, потому что нарушения пищевого поведения, они действительно очень часто встречаются, и с этим приходится работать, и, в общем-то, работать достаточно успешно. Правда ли, что люди, которые едят много очень вкусной, калорийной, но вредной еды, правда ли, что им не хватает в жизни каких-то удовольствий, они не могут их получить в другом? Вы знаете, да, это часто встречается, когда человек не может реализоваться в какой-то сфере, либо у него есть какая-то проблема нерешенная, психологического плана или даже физического, действительно, очень часто ищут спасения именно во вкусной еде, зачастую не самой полезной, но такое, к сожалению, встречается. Ну, опять же, наверное, при подпоре диеты, которую вы советуете, ну, скажем, диет, да, или образ жизни, когда человек уже осознанно переходит на правильное питание, учитывается, наверное, и психотип, и его активность, жизненная позиция, или... Вы знаете, очень много моментов, которые действительно необходимо учитывать, начиная от физической активности, продолжая возрастом, полом, да, и вот этими моментами, ну, и, конечно, тут необходимо определенное исследование такие вот медицинского характера, потому что одно дело, да, молодой человек абсолютно соматически здоровый, да, другое дело, скажем, человек, который уже нажил определенные болячки. Естественно, мои рекомендации для этих двух людей будут, скорее всего, диаметрально противоположными. Светлана, есть ли в ресторане, в провинции, какое-то особое отношение к гостю, какая-то особая философия взаимодействия с вашими клиентами? Особое отношение, безусловно, конечно, я думаю, что здесь не секрет, то, что мы с удовольствием встречаем каждого гостя, просто с огромным удовольствием, потому что для нас это работа, это праздник, это обратная связь, то, что мы делаем, что это действительно интересно, важно и нужно, поэтому, ну, действительно, с заботой будем говорить, с заботой мы относимся к каждому человеку и маленькому, и большому. У нас очень много молодежи приходит, именно маленьких детей, мне кажется, вот это очень важно, потому что и особенно правильное питание тоже, чтобы это было прямо вот с детства. Ну, из-за этого, наверное, хочется, да, это одна из изюминок вашего ресторана, что к вам и хочется приходить, потому что вы с любовью относитесь к своему клиенту, да, ну, или к гостю, да, то есть вот оно вот. У нас музыкальная пауза, далее с рестораном провинции будем общаться, как только послушаем хорошую песню. С понем. И у нас программа «Тема дня», тема дня сегодня очень вкусная и полезное меню в «Ла провинции». Ресторан «Провинция», о котором все мы слышали, а кто еще не побывал, обязательно должен зайти на бульвар «Одищево» и попробовать. В гостях у нас Светлана Захарова, управляющая рестораном, и сети ресторанов «Абулы Групп», и Нина Лемешко, наш диетолог, и Александр Аверкиев, арт-детектор «Ла провинции» и режиссер, режиссер по жизни, я бы так сказала. Что у нас появилось на столе, дорогие гости? Давайте расскажем нашим зрителям, слушателям. Счастье! Счастье, как оно есть. Счастье. Ну-ка, поподробнее. У нас появились одни из представителей нашего нового меню правильного питания. В основном это десерты. Тут не хватает, у нас 4 десерта, мы принесли 3, зажали клубничку, наверное, еще все. Или, ну, мы считали, так и много клубники, да, хватит. Вот. Мы разделили десерты на 3 категории. Первая, у кого ломка конкретная, по-сладкому, это, как я его называю, финиковый сниггерс, называется трюфели, у нас есть ли в меню. То есть, это на основе фиников с арахисовой пастой в кокосовой стружке сделаны трюфельки такие, они довольно насыщенный вкус имеют, сладкие. Ну, если не знать, например, из чего они состоят, там не догадаешься, потому что за счет правильных пропорций, да, которые Дима Иванов, шеф-повар, вел, он как раз-таки сделает блюдо таким вот, ты ешь и вроде... Я вообще не люблю есть, вы думаете, из чего это состоит. Честно, ну, как заметил, большинство людей почему-то любят. Потом у нас есть средний такой промежуточный вариант, это мусс из йогуртово-клубничный мусс. Узнаю, пробовал это очень быстро. Он уже даже выглядит. Я недавно приводил одного популярного фитнес-тренера в Твериона, Сергея Тарасоналиева, и он позвонил потом, он сказал, он отзыв оставил вчера, и он повторил отзыв и говорит, вот об этом десерте могу сказать одно. Помните мультик Рататуй, и критика, которого там все боялись, и когда он попробовал тот самый Рататуй, он вернулся в детство. Он говорит, когда я попробовал этот десерт, я понял, блин, это что-то вот оттуда, но вот сегодняшнее дыхание, вот сегодняшний день, но что-то оттуда. Вот. Промаркованный торт чуть-чуть попозже, но в принципе это классический. И есть у нас третий вариант, люди, которые совершенно не ломают, которые уже спецы, которые уже поняли, что без сладкого жить можно, как Татьяна, например. Сейчас это блюдо не представлено в линейке, но его можно прийти у нас попробовать. Это клубника в йогурте, в желированном йогурте, то есть просто мы заливаем клубничку, она застывает. И очень вкусно. Да, нарезается, и она очень легким вкусом обладает, совершенно можно не бояться тем, кто не любит сладкое, то есть это формально, номинально называется десертом, но по сути это вот такой вот фрукт в чем-то интересном, скажем так. И морковный торт, который представлен здесь, это по абсолютно классическому рецепту, но он один из самых низкокалорийных, и мы смело решили добавить его в меню, но и все-таки те люди, которые предпочитают более традиционное блюдо, наверное, тоже его оценят. Там, кстати, много корицы. Все, попробуем. Очень вкусно, да, даже на вид, особенно вот клубничка, я так прямо так вот, еще в такой красивой баночке, я так понимаю, что и подается это так. Да, да, это все, все мы... Гость приходит, и вот такую красоту вот этой, в такой вот подаче, он тоже вот очень вкусный. Я не знаю, она еще со сладкого, потому что... Я досмотрелась уже на нашу... Чтобы, как скажем, дети, которые живут в каждом из нас, да, сразу к сладкому. Зачем вам все это? У нас есть и все это. Это один из представителей наших закусок. Абсолютно классический, максимально простая, да, в понимании. И да, тут хлебцы со сливочным сыром и с слабосоленым либо копченым, в зависимости от пожеланий, лососем, форелью. Вот. Ну, форель это из лососев, поэтому, в принципе, я не ошибся. Вот. Ничего сложного здесь нет, и очень хорошо подходит, как легкая закуска, да, аперитив. В целом-то мы не возбраняем, и к вину это тоже хорошо подходит. Как так, вы сказали правильное питание и вино. Ай-яй-яй, нет? Это действительно идеально подходящее. Да, нет, к вину это правильно, это хорошее сочетание, кстати, вину. Да, я сочетаю вкусное вино. Хотелось бы отметить, что действительно десерты очень продуманные, потому что, во-первых, в этих десертах нет добавленного сахара, что очень важно. Во-вторых, здесь используются активные ягоды. Это полезные такие вот компоненты питания, содержащие много клетчатки, много витаминов, и, скажем, вот, выбирая между фруктами и ягодами, да, конечно, тут вот стоит отдать предпочтение именно ягодам. Вот. И в то же время вкус десертов очень сбалансированный, и человек может получить такое, знаете, психологическое удовольствие, такое вот расслабление, да, потому что не секрет, что для тех, кто решил, скажем, сбросить большое количество килограммов, для них очень важно все-таки вот определенный психологический комфорт иметь. То есть понимать, что ты можешь попробовать какой-то десерт, и при этом ты не навредишь себе. Ты не сорвешься, да, ты не откатишься куда-то там, да, назад. Не наберешь лишние килограммы. Не наберешь лишние килограммы, да. Ты процесс снижения веса, скажем, не нарушишь. Вот. То есть, конечно, в этом плане нужно сказать большое спасибо ресторану для провинции, потому что многим это может очень хорошо помочь в их целях. Это еще раз говорит о том, что ля провинция-ресторан заботится о своих гостях. Да. И думает о том, чем их накормить. Да, не сахаром, а именно ягодами, вкусными йогуртами. Полезным чем-то. Ну, сахара у нас тоже можно поесть, если честно. На самом деле, я думаю, что это антистрессовое питание. Да, это верно подмечено, действительно. В общем, мы ни в коем случае не хотели на стакте разграничивать, что есть правильное питание, и, соответственно, должно же быть по законам драматургии. Неплохое, да? Хорошо, плохое. Добровезло. Нет, просто мы не знали, как бы лучше назвать, все-таки оставили правильное питание, потому что это все-таки приближено к пониманию нашему. У нас можно все. Отлично. На этой вот ноте мы уходим на рекламу, после чего поговорим про наступающий Новый год. А мы с удовольствием возвращаемся в прямой эфир к нашим микрофонам, к нашим гостям друг к другу и к такому потрясающему столу. Сегодня мы говорим о еде правильной, полезной и вкусной. И у нас в гостях ресторан «Ла провинция» Светлана Захарова, Енина Лемешко и Александр Аверкев, директор провинции. Я думаю, ни для кого уже не секрет, что у нас приближаются новогодние праздники. Мы будем уже... Поголубить вас с Аргей. Да, наш символ наступающего года – белая крыса. Ну, а у вас какие есть идеи по поводу наступающего Нового года? Как будете отмечать, дорогие гости? Неправильно. А Александр Аверкевич? Одна из версий. Енина? Я планирую отмечать Новый год торжественно. Да. Дома. Дома. Дома, да. И обязательно с хорошо накрытым вкусным столом. И в этом плане вот я, например, хотела бы порекомендовать нашим зрителям и слушателям попробовать немножко поэкспериментировать с салатом оливье. Потому что сейчас, ну, в основном, да, салат оливье готовят все, и чаще всего его готовят с колбасой. А если, например, попробовать вместо колбасы добавить морепродукты или раковые шейки и заправить это не покупным майонезом, а майонезом домашним, ведь делается он элементарно. Это всего лишь желток, горчица, оливковое масло. И вкус вашего салата, он будет абсолютно изумительный. И пользы от этого салата, конечно, будет гораздо больше. Мне кажется, что вот Новый год, он, ну, такое время, когда можно действительно немножко поэкспериментировать. Намёк моей маме, она сейчас нас смотрит. Она по себе на Новый год готовит оливье разных видов с курицей, с мясом разных видов, с языком и с морепродуктами. Действительно, это получается потрясающе. Да, я готова Серёдку Паршу из-за меня не знали. А если никто такой, когда хочу сделать такое, знаешь, что-то очень вот дерзкое, прям, ну, говорит, заправь оливье кетчупом, ну, не настолько. Ну, я, наверное, пригласила бы наших гостей вообще в фабулу группы, это и пенаты, и барбекю, и провинции, конечно, да. Да, вот, пожалуйста, вот секреты, видите, какие секреты открываются. За нашим столом, да. Потрясающее меню готово для гостей для Нового года, потрясающее меню, очень доступный ценник. Я вот искренне говорю, доступный ценник. Алкоголя немного мы предлагаем, но всё будет настолько вкусно, что это будет ваш лучший Новый год. То есть можно отметить прямо у вас, грустия Новогоднюю ночь. Напомните ещё раз, как к вам позвонить, как к вам прийти. 631-031, добавочные 1, 2, 3, это все рестораны фабулы групп. Пенаты, провинция, барбекю. Спасибо вам огромное, спасибо за ваши прекрасные блюда и за вас обеих. Спасибо. До новых встреч. В Новом году. В Новом году.